Если вы журналист, который хочет улучшить свои профессиональные навыки, что вы предпочтете? Прочитать книжку, посмотреть вебинар, послушать лекцию, или вы бы воспользовались возможностью отправиться в экспедицию за реальной историей с опытным мастером, продюсером, редактором? Я думаю, вы выберете экспедицию, ведь она требует, чтобы вы вспомнили все, что знаете, чтобы быстро и гибко реагировали на творческие задачи. Работа в команде развивает soft skills, умение вести переговоры, доверять коллегам. Но отправлять журналистов в очные экспедиции, особенно образовательные, очень дорого, и не каждый журналист может позволить себе покинуть рабочее место на неделю или две. В ответ на это мы спрессовали время и пространство. Используя игровые механики и виртуальную реальность, мы можем отправить всю редакцию или сборную группу журналистов в виртуальную обучающую экспедицию. Обучение длится один день и включает в себя настольную игру, шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 и интерактивные задания, которые участники выполняют на смартфонах. Представьте себе, группа журналистов собирается в одной комнате. Задача – расследовать странные события, происходящие в небольшом портовом городе, о которых уже растрезвонили социальные сети. Задача редакции – создать мультимедийный проект на основе собранной информации. Журналисты открывают коробку настольной игры «Гексатроп», на которой каждый тайл соответствует определенному этапу создания мультимедийной истории. Затем они выбирают тему, приступают к сбору и анализу информации, редактированию своего мультимедийного проекта, созданию кросс-медийной публикации. «Гексатроп» имитирует работу в редакции, в которой журналисты обсуждают, планируют, спорят, общаются. Общение и сотрудничество критически важны для успеха в экспедиции. Однако журналисты не могут оставаться в четырех стенах. Для них важно выходить и общаться с людьми, искать героев и очевидцев, проводить интервью, искать документы, проверять и перепроверять информацию. Как это можно включить в очное обучение на тренинге? С помощью виртуальной реальности. Участники надевают виртуальные шлемы, посещают город, где они встречаются с портовыми рабочими, охранниками, экологами-активистами, бизнесменами, священником. Участники могут взаимодействовать с каждым из этих персонажей. Они могут наблюдать за жизнью в городе, за людьми на набережной, разговаривать с портовым персоналом, как это делали бы в реальной жизни. Да все не так, спорт. Все за свои рабочие места держатся, слово боятся сказать. Лишь бы деньги получать. После сбора фактов участники загружают их на специальную виртуальную доску и пытаются найти связи между фактами. Задача разобраться в ситуации, перепроверить и написать интересную историю. Это не просто игра в виртуальном пространстве, это полноценный образовательный продукт. На протяжении всей игры участники могут выполнять задания на карточках мозг и сердца, на обратной стороне которых есть QR-коды. Это микрозадания и тесты, интерактивный квест, за прохождение которого можно заработать внутреннюю валюту. Эту валюту можно потратить на производство и продвижение игрового мультимедийного проекта. Карточки мозга тренируют конкретные профессиональные навыки – рассказывание истории, редактирование, создание мультимедийных форматов. Карточки сердца не содержат правильных или неправильных ответов – это вопросы профессиональной этики, эмоционального интеллекта, формулирования собственной позиции, составления карты, ценностей всех участников. Вся активность во всех реальностях синхронизируется, и достижение команды в настольной игре, выполнение заданий, виртуальной реальности – все это вместе влияет на их успех в экспедиции. В конце обучения участники узнают, как город отреагировал на публикацию их материала. Гексотроп – это комплексное решение для обучения журналистов и медиакоммуникаторов. Он эффективнее, чем простое слушание лекций и чтение книг. Это современное обучение на практике, которое можно организовать в любом городе за один день.